Сейчас в прессе обсуждается интервью с полковником Оффером Винтером. Должность Оффера — командир бригады Гевати. Он один из самых заслуженных боевых офицеров армии обороны Израиля. В прошлом боец спецназа уже какое-то время принял на себя командование бригады. В ночь начала сухопутной операции он обратился к своим подчиненным с следующим обращением, с письмом, где, в частности, сказал. Я перевел это на русский язык и сейчас вам зачитаю. Я поднимаю глаза к небесам и говорю Шма Исраэль Адуйной Элой Гейну Адуйной Эход Слушай, Израиль Господь, Бог наш, Господь один Господь, Бог Израиля Дай удачу в том пути, которым мы идем В бой ради народа Израиля Против врага, оскорбляющего Твое имя От имени бойцов Гевати Всей армии обороны Израиля Делай так, чтобы выполнилось то, что сказано в Писании Ибо Бог твой идет с тобой воевать с твоими врагами Дабы спасти тебя Скажем аминь Были журналисты, которые критиковали Это обращение Оффера Его письмо Что это за религиозная пропаганда Так вот, через две недели Напряженных боев Тяжелых У комбрига взяли Еще одно интервью И он сказал Что те, кто меня критикуют Наверное, видели оружие только на картинках В бою не бывает атеистов Все солдаты Перед боем Очень сосредоточенно, внимательно читают молитву Текст молитвы, который раздается В армии обороны Израиля Давайте задумаемся Приведем Пример Задумаемся, что здесь происходит Что здесь за диалог Мы находимся в преддверии седьмого года Год Шмита Как есть семилетний цикл Шесть лет мы имеем право работать на земле Пахать, сеять Собирать урожай Все, что мы считаем нужным На седьмой год мы прекращаем Все сельскохозяйственные работы Имеем право поливать деревья Только для того, чтобы они не погибли Все плоды принадлежат всему народу Не каждому конкретному хозяину поля В конце седьмого года Мы должны простить Все долги наших братьев Если мы не считаем нужным их прощать Должны их специальным образом передать В религиозный суд В чем идея? Почему мы делаем эти действия? В чем смысл этой заповеди? В Торе сказано Всевышний говорит Мне принадлежит эта земля Я даровал ее вам Но Вы Должны Каждые семь лет Прекращать Свою деятельность И мы Что мы показываем? Мы уповаем на Творца Всевышний говорит Я в шестой год дам вам урожай На шестой, седьмой и посев восьмого года Для того, чтобы вы понимали Вся ваша Весь ваш заработок Все ваше процветание Зависит от меня И мы в седьмом году Возвращаем власть над этой землей Всевышнему То есть мы показываем, что мы уповаем на Творца Полностью Доверяемся им Что же сказал здесь Офер? Он идет в бой Ради Бога Израиля Ради спасения Братьев и сестер Ради защиты своей Родины И понимает Что он полагается на Бога Израиля Это причина Почему Всевышний Увидит Услышит наши молитвы Он уже победил В том бою На который он вышел И дай Бог Чтобы мы последовали Его примеру Субтитры создавал DimaTorzok